На календаре 7 июля 2024 год. Охренеть! Других слов честно нету. Спасибо всем, что вы приехали. Сегодня на обзоре у нас будет Джимате. Мы посмотрим с вами первый проезд, посмотрим улицу морскую. И вы кайфанете от того, сколько людей увидите на пляже. Море чистейшее, но стало холодное. Это немножко, конечно, людей отпугивает. А так бы были все совершенно в море. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вас приветствуем на Джимате. Мы находимся на улице Железнодорожная, которая от ЖД вокзала ведет к Пионевскому проспекту, то есть само Джимате. После аквапарка Тики так. Сходим, посмотрим на цены и прогуляемся, я думаю, смотреть на море по левой части Джимате вместе с первым проездом. По столовым, я не знаю, хватит ли у меня желания куда-то сходить. Сегодня должен был быть со мной Максим. Но Максим, в большом сожалению, получил поломку автомобиля, а не с другим Максимом, нашим главным доктором автомобилей, будут сегодня решать этот вопрос. Вот такой вот фонтан на ходе всякий так. И пойдемте посмотрим на цены, что почем. Время 10.29, температура воды 23 градуса. Здесь температура воздуха 33, камера хранения 200. Режим работает первая смена с 10 до 8 вечера. Вторая смена с 4 до 8. Стоимость первой смены 2500 взрослой и детский 1500. Если вторая смена с 4 до 8, то 2000 рублей стоимость взрослой и 1200 стоимость детского. И вот такая вот очередь здесь уже стоит. То есть людей, которые хотят туда попасть, очень-очень много. Обзор на этот аквапарк у меня есть в моей дочери. Мы делали его в прошлый год. Так что приходите, смотрите. Аквапарк, в принципе, здоровский. Моей дочке очень понравился. Если мне нравится, допустим, золотой пляж, но в летний период времени там людей очень много. Тем более сегодня море стало опять ледяное. И люди ломанутся именно в эти места. Поэтому, друзья, запасайтесь терпением. Дай бог, чтобы все у вас было хорошо и прекрасно. На это, надеюсь, я по крайней мере. Ну, вот они. Все работает. И ту-рум-пам-пам зовет вас в гости. 37,7. Это температура на воздухе. Сегодня будет адская жара. И, в принципе, сегодня самый последний холодный день. Дальше будет становиться еще жарче. Сейчас будет прикольно ходить по джиму ТЭП, потому что много объектов я отснял. И теперь можно говорить, вот, ребятки, допустим, здесь у нас находится отель, который у нас есть на обзоре со своей парковочкой. О, он к иллюзив полностью. Четыре звездочки у него. Так что, если что, можете приезжать. С левой стороны парк аттрекцион. Отель этот называется Маритима. Если там отдыхали, пишите комментарии. Будет интересно узнать от вас, как вам там было. Ну, и посмотрите, здесь пока не так уж много людей. А вот туда дальше, к выходу из Зиматинского, там, конечно, народу поболее будет. Переходим в улицу Железнодорожную. Какие красивые люди у нас отдыхают. Здесь парк динозавров есть. И дальше по прямой. Тут тиры, разнообразные предложения, приключения и большое количество детей. И что больше всего мне нравится видеть в нашей ЖМТ, это, конечно же, детей, людей. Тоже наслываются. Другие всякие вкусности. Ямас называется здесь кофейню. Я тоже показывал недавно кофе пил. Вкусный здесь он. И далее у нас грин парк находится. Местечко, в которое тоже вам советовал приезжать отдыхать. Там домики под ключ и квартиры можно снимать. Хорошая, крутая, классная. Ну и озеленение от них здесь работает тоже прекрасно. С той стороны тоже точки быстрого питания, разнообразных продаж. Есть клевое место. Ангел называется. ЖМТ работает в полной мере, приглашая вас себе на отдых. Здесь мужики жарят шашлыки. Единственное, вот ценников здесь на выходе нет. А нет, есть. Но мы их, наверное, не разглядим. 100 грамм. 82, что ли, рубля. Стоимость все-таки маленький буквально. Ну, у меня настолько классное зрение, чтобы разглядеть. Шапочки. Все нужно или не нужно. Столовый рай. Друзья мои, если вы ели в этом году где-либо тут на Джаматы, пишите. Как вам? В этом году мы на рай уже снимали обзоры. Вовнутрь я заходил, работает полностью два зала. Сейчас завтрак людей не так уж и много. Все пытаются на море, наверное, искупаться. 10.34. Сегодня ветер только будет усиливаться. Но по прогнозам всем не должно быть совсем все плохо. Хотя с утра еще присылали плюс 16. Импература. По всем об этом можно узнавать с утра в нашем телеграм-канале. Благодаря нашим дорогим подписчикам, которые присылают нам эту всю информацию. Здесь у нас разливуха, еда, пекарня и все, что только вам надо. Наливо проход туристический. Здесь еще несколько вход-заведений, столовая. Моя семья называется. И вот это вот одно из самых дорогих мест. Ну, по крайней мере, раньше было в джемоте прям много туристического. Дальше идет у нас ванилька. Ванилька у нас тоже работает. Приобъи гостевой дом есть на обзоре. Также там морская волна есть на обзоре. Ну, еще несколько в туристском проходе у нас теперь есть. Мы отснялись прям очень хорошо в этом году. То есть можно прям говорить ребятке, что увеличили портфолио гостиниц прям кратно. Ну, дальше развлекательная тема по левой стороне. Но по правой будут торговые павильоны. Продаются дальше зимние вещи, теплые и летние. На любой вкус и цвет. Ну, и кошелек, соответственно. По левой стороне у нас еще торговые ряды. Там есть магазинчик астроном. Там самые такие приемлемые, мне кажется, циники на джемоте. И везде сдаются номера. Слушайте, мне говорили, что везде все забито. Ух, красота. Но на каждом домике что-то сдается. Это хорошо на самом деле, что есть места еще. Значит, вам еще можно приехать. Дальше вот мы идем тут по тюнючку. Прям очень классно. С левой стороны у нас пансионат. Джамты находится за ним Фея 2 по уральскому проезду. Морскую, видимо, мы посетим. И первый проезд посетим. Ну, что два прохода сейчас в главных море. Именно там находятся. Гибискус с разнообразными цветами цветет. Это говорит о том, что у нас работает, ребятки. Сейчас и путешествия на лотосы, которые могу вам посоветовать. Ну, а здесь вы можете видеть, сколько людей гуляют. Это жарно. Ходят на море. Старули персики. И, собственно, других цен нет. Рыбка продается вроде как. Или тоже выставка. Хотелось бы, знаете, такие большие цены на всех торговых павильончиков, чтобы можно было приходить и сразу узнавать, что же, по чем здесь стоит, Аня, расспрашивать. Конечно, продавцам хочется какой-то отклик, общение. Ну, а нам хочется по-быстрому все узнавать и увидеть. Киса-котка у меня была. Ее моя дочка к себе забрала. Здесь на уральский проход, переход через Переневский проспект. 103.2, где указатель как раз туда к ней пройдет. И там тоже можно на Виноградную, на улицу Морскую попасть. И тут у нас я стал магазинчик. Такие специи, чай, мед, сладость открылась. Ну, и также огромное количество торговых площадей. Ну, и люди, люди, люди. При том, что сейчас либо на море все в основном, либо где-то в других местах. Очень жалко, что в Джамуте у нас не работает, в общем, из-за жаления, интернет. Мы все с вами стримчанский замутили. Шалман. Шашлыки. Все именно мякоть. Здесь 120 стоимость. Добрый. С левой стороны тоже шашлычки жарятся. Здесь пивной магазинчик. Отлично. Этих ребят, которые здоровались. Вот, шашлыки по 120 мякоть. Шашлык у них очень хорошие. Это улица Ростовская на правом. Поворот на Пионерском проспекте. Можете к ним приходить. То есть, я думаю, что вам зайдет. С левой стороны у нас парк аттракционов. Под синих деревьев на Пуральском проезде. Я думаю, к нему мы еще немножечко вернемся. Фух. Как же жарко лежать. Здесь тоже ребята фрукты, овощи продают. И мы практически уже по всей главной улице. Она по Пионерскому проспекту. Главное, потому что она больше 10 километров. Она самая большая. И здесь расположена вся инфраструктура курортного отдыха. Что самое важное. Шарман Стандарт за 200. Вот, хорошая цена. Можно пристармозить и все увидеть. Вот туда проходят через уральские самответы бывшие. Там тоже, ребята, жизнь кипит. И народу очень многое выходит. Вот там, на ляшной улице морская. Что очень хорошо. 24 часа магазинчик работает. Мы доходим, кстати, до американца и до кинкальной. Как-то очень быстро у нас все получается. Что есть прекрасно. Фрукты, овощи тоже выставка. Свинина, мякоть. И здесь. Кинкальное блюдо живого. Дежда 129. Самое интересное, снимать, когда они спят с утра, да? Как оно твое еще? Это прекрасно. Сделай нам потищу чуть-чуть, чтобы нас не забанят. О нем, кстати, в этом году очень хорошие отзывы. Можете приходить пробовать коктейли, кофе, вафли гонконгские. Ну, собственно, смотрите, что он предлагает. Ну, как дела, Юра? А дела, слушай, дела, как всегда, отлично, прекрасно и классно. Влечи все. Так и должно быть же, да? Ну и там дальше пацана может увидеть. Слушай, а ну у тебя, короче, не скоро еще кофе-тачку ты даже не разогревал, да? Нет, работа. Есть, есть, есть. Давай, америкашка. От американца хочется именно американа. Ага. И там дальше вот вафри-гонконгские 300, 350, 400, 350. Самая дорогая, сладкая вафли, огромная там всякими начинками за 500 рублей можно взять. 10% скидки делает для тех, кто подходит и говорит, что подписчик Юрия Азаровского. Это прекрасно. Американу со льдом, ваше доброе, прекрасное. Пускай начинается так же. Именно в Джимате, в Анапе, у Имана, с кофе, да? Проходите, ребята. Я тут все в гости. Еще раз адрес какой? Моянский проспект 68 Кайф. Радим ресторан Хинканэ. Запомнили? Приходите. В чем сила, брат? Это правда. Вот так вот. Все. Кофеечек, пару слов и прекрасно. Ребята, если вы отдыхали, допустим, в Хинканэ, пишите. Тут наши знакомые работают еще с поселка Витязево. И, возможно, у них все так же вкусно, как и было. Но я в этом даже, наверное, больше, чем уверен. С левой стороны тоже фудкорты, зоны отдыха. Мы сегодня, не забывайте, гуляем по правой стороне. Здесь у нас Южная ночь кафе находится. Каша манная за 8, каша овсяная за 8, шашука 250. Дальше бургерная пицца есть. И здесь можно заказать тоже вкусняшки разнообразные. С другой стороны, здесь продают вещи разные. Вот сказка. Кафе здесь с детской зоной. Постоянно хвалят место в такой красивой раскраске. И это прекрасно. Здесь шашлык, куриные крылья посадки. Синина, антридов, 70. Синина, ребра, 75. Существует 75 рублей. В джимуте можно купить шашлык в кафе. Камбулом за 300 рублей здесь, ребят. С сырами разные, всякие вкусняшки. Придует, в общем, выбор просто, от которого кружится голова. Это веранда называется кафе. Дальше у нас находится гостевой дом Сандэй, который у нас также есть на обзоре. А еще в отеле Сандэй есть столовая. В которой тоже можно прийти с улицы под кондиционерами, поесть. Здесь, допустим, завтрак 8, 10, 0. Комплекс на обеде с 12 до 18, 279 рублей. Предлагают вам прийти поесть, ведь насладиться едой. Смотрите, ребятки, как это столовая здесь возбивает столики. Продачу, ребята, поменяли. И, собственно, продачу, давайте посмотрим. Есть салатики, компотики. И вот видим, что это уже накладывает в еду. Все свеженькое, красивенькое. Это прекрасно. Приятного аппетита. Пойдемте дальше. Вставайся, покушай, кофе попить. Слушайте, если я везде буду кушать, кофе пить. Ну, самое главное, ребят, выпишите, где ели, что вам понравилось. Здесь гостевой дом Олимп и север дом Калинин. В этом году уже общался с подписчиками на фотосессии. У меня были, кстати, на фотосессии приглашены. Здравствуйте. Хорошо отдыхал. Наши люди везде. Это прекрасно. И там, они говорят, отдыхаем, все нравится. Если вы отдыхали. Клим, кстати, тоже есть на обзоре. Здесь в ночную движуху. Мы не попадаем, к сожалению, потому что спим в это время. Но по вечерам в Телеграм снимаю обзоры, проезжая здесь. Шашлык и синимый за 90 рублей, и синимый за 120 рублей. Предлагают мужики. Пойдемте посмотрим, что здесь есть на раздаче. Здесь все в холодильниках. Если ели, напишите обязательно ваши отзывы. И попробуем поближе. Вот так вот сделать ценники, чтобы все разглядели. Гарниры, допустим. Макароны за 150, а 150 выкар за 54 рубля. Ну, оно здесь самое низкое по ценам всегда. Самое интересное, конечно, первое блюдо 250. Каша овсяная за 48 рублей. И борщ-кубань 350. Выход 70 рублей стоимостью. Большой зал. Ну, и, собственно, опугиватель мук, котлеты. Все за стеклышком, в принципе, стоит. Довольно-таки красиво посидеть, поесть. Не вновление, можно здесь за столами. Вот так все выберутся. Все, побежали дальше мы с вами. Время 10.49, но работает не все и везде. Здесь причал называется, кафе-бар. И дальше. Шеф-любий. Тут ценники прям вообще все видно. Синие на шее за 120 метра 90. У нас точно такие же, как и в соседнем заведении. Ну, тут что-то изменилось, могу сказать, внутри стало попросторнее, что ли. Дальше. Алкоглокация. Какой-то прикол. Алкоглокация. И дальше у нас находится пятерочка. Туда дальше магнит. Тут все перекрыто. Как бы опять-то голыми павильончиками. На газонах повстанавливали. Мороженое продают. Тайское мороженое. Мороженое славится. Мохито. Ну, и самый позор этого года, то, что у нас постоянно вместо зелени и лавочек. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут? Откуда? Из Калуги. И что вы такие не улыбчивые с утра все дети особенно? Вас разбудили рано? Не покормили? Стесняются. У вас уже второй год. Где отдыхаете в джамотах? Мы на Плесчаном, в Москву, в Березе. Сколько стоимость сейчас? Ой, я не знаю. Мы брали по путевке. И наезд и проживание у нас не есть. Ну, на четверых, на сколько дней, сколько вы еще? На 10 дней, 65 дней. То есть, 6,5 сутки с переездом сюда будет. А питание? Без питания. Без питания. Вы довольны? Мы довольны. Мы второй год сюда приезжаем. Это прекрасно. Вам хорошего отдыха. Спасибо, что смотрите. А вам по пятюничке умеете? Давай, а ты? Спасибо. На море были сегодня? Еще нет. Море, говорят, холодное. Да. Но обещают, что быстренько прогреется. Всего хорошего вам. До свидания. Такие наши люди. Это приятно. Так, я вам что рассказывал? Ну, цветы здесь высадили. Амбразию покосили. Но теперь посмотрите, какая свалка образуется. То есть, сейчас, ребят, ну, не раннее утро, а уже 11 утра. Все выходят на прогулку, а здесь творится вот такой беспредел. То есть, это такой позор джемоте, от которого шок и ужас. Сюда люди сходятся со всех магазинов. Здесь у вас магнит. Вот только что подписчиков встретили. И они все утра что видят перед едой? Свалку мусора в Анапе. Думаете, здесь одна такая проблема? Если вам передать бы во все ваши города запах, который идет от нее, я думаю, вы бы никогда в жизни сюда не приехали. И это для меня крайне обидно, что у нас руководство города, ну и, собственно, те, кто занимаются мусором, довели город до такого беспредела. То, что у нас по всему городу такие свалки. Главная тема во всех пабликах Анапы у нас на улице мусор. Напишите свой мат в комментарии. Что вы думаете об этом? Я пройду еще чуть дальше до прохода имени Гулаева. Там, кстати, мы снимали за ним еще одну большую такую базу для отдыха. Тотой магнит косметик и все остальное. Постараюсь больше не ругаться. Ну, на самом деле, я, честно, не знаю, как об этом рассказывать. Просто здесь находится довольно-таки популярная тоже зона отдыха, в которой собирается большое количество людей. Тут и туалет по 30 рублей, и танцевальные такие мероприятия, призовой тир. Люди почему-то сюда в больших количествах собираются. Ну, и то, что там лазовка для детей есть. Ну, вот, собственно, так выглядит этот район Джиматы. Туда дальше у нас уже гостевой проезд, кривой проход. Я думаю, что мы их снимем в другом видеосюжете. Ну, от вас, друзья, как всегда, лайк, подписывайтесь на канал. Если есть возможность поддержать на бензинчик, на пожрать там или еще что-нибудь, по номеру телефона, который видите на экране, буду вам от души благодарен. Поддерживайте, пишите ваши сообщения, мы их обязательно зачитаем. От души душевно душу. Ну, и подписывайтесь на нашу телегу, чтобы каждый день быть в курсе всех новостей. Я, короче, телепортировался с той стороны на эту. Здесь у нас тоже вещи разные продают, ракушки кто-то собирался. И не только на наших пляжах. Все по 50 рублей. И далее, друзья мои, разливные напитки, кофе. И у вас по 70. И здесь тоже ребята ожарят шашлочки уже с утра. Доброе утро. Как у вас работа в этом году? Прекрасно. Слушайте, ручка. Самая первая точка, я вас хорошие отзывы оставляю. Всего светлого ясного. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас как отдых проходит? У вас устали прям так случайно. Приятно. Как отдыхается, скажите? Это самое главное. И дай бог, чтобы это продолжалось. От души вам. Всего светлого ясного, ребятки. Вот так вот. Вот здесь, где наши люди в джимоте. Красота. Так, выходим на первый проезд и смотрим, что здесь происходит. Здесь происходит у нас все, как всегда. Дальше пешеходная зона. С левой стороны пойдем поздоровимся. Мы в этом году, кстати, ни разу не были. Доброе утро. Как ваши дела, настроение? Здравствуйте. Здравствуйте. Давно я у вас не был, наверное, с прошлого года. Рассказывайте, что почем у вас. Помидоры. Вот, начинаем. Помидочки 150. Дальше. Рассказывайте по 100. Абрикатин 200 рублей. 170-170. Местный и армянский вкусный. Дальше. 250, нет, айня. Вот эти. Персик, местный, очень вкусный. 200 рублей. Виноград 300. Угу, сливы. 60 рублей. Виноград очень вкусный. Понял, сливки. Сливки 250, армянские. Груша 300. Вот здесь есть вишня. Вишня 250. Черешня. Черешня 300. Вашенье 250. Инжир. Инжир 250. Картофель. Картофель. Лук. Красный. 180. 180. Яблоки. 100 рублей килограмм. Дыня. Дыня. Это большие. 160. Старпеда. Ага. Понял. Ну и вот здесь мелкая расшипуха. Все стаканчики маленькие. 100 рублей. По 100 рублей стаканчик. А голубика. Вот большая такая. Большая 300 рублей. Понял. По тебе большое. Хорошая работа. Приходите. Обязательно. А, самое главное. Армянский сникерс. А почем? 50 и по 100 есть. Вот так вот. Спасибо. А купить? Ребятки. Купить? А купить можно за массаж. Мужу привет передаем. Спасибо. Не надо. Так. Мы на первом проезде. Продолжаем нашу прогулочку. К сожалению, у меня камера села. Но хочется гулять. Здесь вот постоянно точку показываю. Всегда вам улыбаются. Все хорошо. В одном из точек. Моя подписчица где-то говорит, что-то покупала. И на грубость нарвалась. Пишите. Обязательно, если будете это видео смотреть, где это происходило. На какой-то точке, чтобы наши люди туда не посещали. Потому что там была прям очень большая грубость. Как было описано о том, что вы до того, что собираете свои вещи и уезжаете. Здрасте. Это все тоже наши люди, да? Машите ручкой. Как вас зовут? Сережа. Откуда? Из Блгарии на Московской области. Как вам, Сергей, отдыхается в джамоте? Хорошо. Все нравится? Да. Это прекрасно. Кому-нибудь привет. Папе он сейчас в Искарине. Чего с вами не поехал? Если хотел. Ладно, а вам хорошего отдыха и теплое море. От души спасибо, что смотрите. Так, двигаемся дальше, ребятки. С левой стороны тоже фрукты, овощи. Здесь выпечка, 60 лаваш, такое 35 полуаваша и разные вкусняшки выпекаются здесь. Ценников не вижу, к сожалению, жалко. С той стороны, что-то в этом году никто не собирает ни на чё. В прошлом году, наверное, собрали, уже уехали. Тут тоже. Хотя вот с ними на шее 120, темно ребро соточка, который на теле под 100 рублей. На этом большом мангале камеру поворачиваем. Здесь тоже, ребятки, разные вкусняшки. И две еще продают свежеками. Здрасте, тоже наши люди. Я думаю, что они так медленно едут? Они вот помахать хотели. Как это прекрасно. В джимоте ворвались и всех наших везде встречаем. Спасибо всем, ребят, что смотрите. Это очень круто и очень приятно. Мы доходим до улицы Песчаной. Ой, до улицы... Все правильно я сказал. Первый проезд, доходим до Песчаной. Что-то я заговариваться начинаю. И по Песчаной здесь тоже много мест отдыха и всего остального. С левой стороны, ребята, гостевой дом Ева, который мы снимали. Тоже можете посмотреть. Запустилась столовая Б-52. Собственно, предлагаю вам ее посмотреть. Тут уже очереди на раздлевуху стоят. И можете посмотреть, что почем здесь по ценникам. И заходим в Сумустово. Смотрим, что предлагают в этом году. Здесь напитки по 40 и... Ай, да. Да, по 40 и 50 рублей. Все в холодильнике. Вот мне раньше нравилось. Здесь было все подписано. Зашел, посмотрел и пошел дальше. Сейчас такой, говорится, нету. То еще. Ну, с первого. Да, с первого. Слатики, блинчики. Здесь тоже разные вкусняшки. Можно посмотреть. И по ценам попытаться разглядеть, что здесь написано. Второе блюдо. Борщ кубанский, допустим, за 80. И дальше все остальное. Да. Хорошая работа вам. И по еде. Столовая пользуется популярностью. И многие здесь едят постоянно. И большой такой зал с деревянными столами. В этом году уже были хорошие отзывы отсюда. Вы их тоже запишите. Ребята, есть ли здесь ели? Сами. И выходим на улицу посмотреть, что здесь происходит. Я очень надеюсь, что в 4К формате, в большом разрешении, вы сможете все разглядеть. У меня просто после закатов очень валят глаза. Здесь мне, кстати, спрашивали, по чем курица-гриль. День добрый. Курица-гриль почем? Что ты писаешь? Спасибо большое. Хорошая работа. Вот вам, пожалуйста, ответ на этот вопрос. Я все читаю, все помню. И для вас, как говорится, записываем. Здесь у нас находится еще одна столовая. Зал туда. Пароход. Вкусняшки. Морепродукты разнообразные. Даже мидии есть готовые. Ну и вещи продаются и слева, и с правой стороны. Так, я что-то вот хожу. Ну и пока не могу решиться, в какой столовой мне в сегодняшнем видеообзоре бы сесть поесть. Вроде бы мест очень много привлекательных. Но я сначала, честно, думал, что мы пойдем с вами снимать все джимоте. Вот сейчас начинаю в этом сомневаться. Гостевой Локофер Мелло. Прошу прощения, здесь тоже уже все работает. Тут ребята каждый год готовят узбекскую кухню. В этом году появились стекла. И можете посмотреть, что по ценам. Столовую это как-то растестировал. В принципе, все очень вкусно. И мы двигаемся дальше. Следующая столовая, ребята. Заходим поглядеть. Почвыщеньки требуются. Правая сторона пока еще не функционирует. Я повторяю, сейчас утро. Завтрак. И можно увидеть, сколько людей здесь уже есть. Пришлось здесь прям огромное количество ценников. Больших, которые вот тут вы точно все увидите. Выпечка. Разнообразные блюда. Здесь стоят, выбирают, им накладывают. И наггетсы. И еще такой же порт. Как оно там все сверло. Катейли, блин, я допустим, по 110 рублей. Ой, музыка такая звучит прям приятно. Кин-кали. Худон. Короче, ребят, что здесь только нет? Посмотрите, девочки, как я стою. Даже бургеры есть. Вот это выбор сделали, ребята. Каши, сырники. Ну, дальше там салатики. Мы тут просто организовали пробочку. Нам не пройти, к сожалению. Здесь база отдыха спортивная находится. У них красота, как всегда. Тут тоже еще зона отдыха появилась. Такие дела, друзья. Двигаемся дальше. Специи, сладости. Магазинчики. Здесь 130 персик продают, ребята. Цирк. Кстати, у нас телеги постоянно рекламируются. Наши ходили. Вроде бы нравится. Виноградная улица. Вот так вот сейчас выглядит. Любителям привет. Но тут на ней, кроме гостиниц, которые никогда не меняются, показывать нечего. Поэтому смотрите, все как есть. Ну, и здесь все больше очередей становится. Меню на мангале. Говорят, что здесь самые большие очереди. Организовываются. Только как они работают, я точно не знаю. Но если вы вдруг что-то пробовали, тоже пишите. Будет интересно вас услышать. И еще одно стволо. Как раз таки здесь находится. Мне понравилось, как здесь девочки обслуживают. Мы снимали на нее обзор. Позапрошлый год. Можете посмотреть, что по ценам. Борж, допустим, здесь за 80 рублей. И выбор большой девочки в шапочках. Выглядит это тоже все очень красиво и хорошо. Здесь то, что мы не разглядели. И тут есть и узбек. Какую-то шоколад. Истарам 250 рублей. Ну, можно сказать, даром. Если сравнивать с Благовеченской, где я ел. Очень красота. Под традиционером. Небольшая фоновая мудочка. Удобная стала история. Если их не ели, пишите, как вам здесь. Двигаемся дальше, ребята. Здесь у нас тоже есть знакомые наши, которые продают фрукты, овощи. Которые говорили, что больше не будут торговать. Гостиницу открыли себе. Слушайте, ну, второго. Сейчас полгорает. День добрый, ребята. Добрый день. А что, гостиница прогорела? Гостиница, да, нет. А что, наоборот, я больше торговать не буду. Я всегда буду там. Так, 420 здесь. Давайте чуть подождем, сейчас они закончат торговлю. Здесь постоянно голые мужики, которые не могут себе заработать даже на рубашку. Рассказывай, пожалуйста, что почем. Начинаем с картошки. О, ребята, в этом году цены вообще в год. Картошки 60. Огутцы, бангоры по 120. Овощи, можно сказать, по 150. Вот это перец. Болгарские. Баклажаны. Абрикосы местные, армянские по 180. Нектарин 250, 180. Денжир местный, кстати, очень вкусный, очень полезный. Делайте, вот как раз наши покупатели, они кушают денжир много. Так, очень полезный, вообще шикарный. Местный перец, 150, 170. Черешня отплотит, конечно, чуть-чуть подорожало, 200-250. Угника 303 килограмм. Стаканы по 100 рублей в сет. Так, вместо лобки, дыни, ананас, многие знают, мои покупатели, очень вкусные. Так, 100 рублей штучка. Так же у нас пиво, кривет, все привезли, все забито. Чурчелы по 60 рублей, с орешками, по 100 рублей по кастрюльству. Арбузы 50 рублей, дыня местный 100, в Викистан 120. Угу, желтый арбуз. Желтый арбуз стоит 70 рублей килограмм. Бомбовский вообще. Креветы черноморские, смотрите, ребята, показываю, чтобы вы знали. Толка у меня, нигде нету на этом. Почем? 100 рублей в стакан, большой 200. Ага, а как ты их маринуешь? Это не я, это отец делает, не знаю, секрет не рассказывает. Вот так же. Люди очень спрашивают. Тебе хорошая работа, от души. Спасибо. Все, все твои ясно, давай. Ребята, приезжайте, мы всегда здесь, каждый год. Кстати, напротив нас открылся пиццерин, где вот такой, тоже наш, два. Вот, снять, показать, для работы. Так, все, ребята, там хорошая работа, не все до конца показал. Тут даже местная креветка, правда, не делятся секретом. Более подробно смотрите в Телеграм, там на телефон все хорошо записалось. Право, говорит, они открылась под пиццерия, что тоже их друзья, знакомые готовят. И это прекрасно. Можете к ним приходить, заказывать, за вкус отвечают. Ну и желаем счастья и всего самого света во всем тем, кто работает в хорошем настроении для вас. Здесь находится Фея 1. Тензун продают тоже на входе в нее. Нам осталось совершенно чуть-чуть идти вперед. Слушайте, у меня уже только раз пригрелась камера, что я прям устал. Гупро на жаре дохнет просто напрочь. Здесь разнообразная сладкая выпечка продается. И дальше мы проходим, ребятки, смотрим. Риба, риба. И много всякого разного. Дальше вкусные сувениры. О, такого я еще не видел. То есть раньше здесь была новая столовая, новая пекарня. Теперь вкусные сувениры. Ну, тоже как бы, почему нет. Интересная тема. И столовая полянка. Ну, пройти внима. Мейли одной из самых любимых столовых я, честно, тоже не могу. Поэтому забежим, посмотрим, что здесь. Экспрессо-эндрикана. Разные вкусняшки. Ну и, собственно, здесь с левой стороны можно вот еще в бар попасть на введение. И смотрим, что по ценам. В этом году какао, сгущенка, это ферверы, блюды, перечи, разные салатики. Ну, тут выбор, как бы, большой. Суперпытим, постараюсь вам показать так, чтобы вы все разглядели. Вот, 250, жахтой 200. Гуляют, говорят, на 150. Ну, в общем, фюре за 70, потом за 100 рублей. Видно, все, в принципе, хорошо. Двигаемся дальше. Ну, максимально подробный обзор на первый проезд, получается. Я вот начинаю думать, стоит ли вмещать его с другими. Новая столовая. В этом месте она бессмертно работает уже много лет. Отзывы, они тоже самые хорошие. Поэтому, друзья, надо выбирать на свой вкус и цвет и пишите ваши отзывы. Везде мы видим, что сидят люди, едят. Значит, все вкусно и классно. Здесь можно поесть еще и на улице. Мы на нее снимали тоже как-то обзорчик и поехали по блюдам. Что здесь предлагают вам по ценам. Я надеюсь, что вы разглядите. Борщ за 90, например. Каша молочная за 70. Ну, и выбор валют. Какие здесь есть. Посмотрите, производщики. Так, все, побежали. Пытаемся, так сказать, уместить в один обзор все, что только можно. А, здесь продают разные вещи. Мед. Дальше столовая. Мамма миа. Большое пространство. Здесь вправо еще одна столовая. То есть, мест для того, чтобы где-то что-то поесть. Просто невероятно много. Идем посмотрим. Здесь предлагают пиццы разные. За 800. Большие, вкусные, классные. Шашлык 100 рублей ребра. Скумбрия за 130. Форель за 180. Разные тоже по ценам. И пошли дальше. Вот, ценники на экранах. Мы их не разглядим, в большом сожалению. Так что для нас это, ну, вот, просто выставка. Если мы все отпугивать, или все продет на вид свежее. Есть удобные такие, как бы, кресла. И просто стульчики, на которых можно поесть. Престоран Краб, который мне не нравится, потому что он здесь захватил наши дюны. Здравствуйте. Мы ваши подписчики. Как зовут? Откуда? Нина. Настя. Лариса. Очень приятно. Откуда? Орел, приветствуем. Как вам отдыхается? Только приехали. А, то есть, сейчас идете на море, ощутите, какое оно холодное сегодня. Холодное, да. К сожалению. В телеге уже писали об этом, поэтому, ну, остыла. Обещают, что через пару дней, но вот, после завтра будет уже теплое. Надеюсь, что вы не на два дня. Ну, тогда вам хорошего отдыха. Рад вас встретить. Я пускаю вас, будет солнце и теплое море. Отдышите. Всего светлого. Пока. Магнат продукты здесь продаются. Но здесь на проходе мы видим, что есть настилы. Вот тут предлагают. Там вкусные мамы гали за 100 рублей. И смотрим. Тут бар отдых предлагает. И смотрим снизу. Мусорки. Морской порт экскурсии. Дюна наша справа. Фух, как же жарко, ребята. Ну, здравствуй, Джимате. Ну, смотря в море, много людей, в принципе, там гуляет. Может быть, там не все так уж и плохо, как я об этом знаю. Думаю. Но мы сейчас все точно узнаем. Урт, как говорится, на солнце точно. Жара невероятная. Смотрите. 39,5. 40 градусов, ребята. Здесь туалет 50, душ 100, нагомойка 20. Камер-канине. День 200, час 50 рублей. И выходим. Люди, как всегда, здесь просто. Лос и маленькая тележка. Шокирующие данные с Джимате, ребята. Несмотря на холодное море, здесь народу просто невероятно много. Шезлонги здесь. С матрасом по 500 рублей. Без матраса 400 рублей. Есть бесплатные качели. И попробуйте найти место себе, где вы могли здесь присесть. Вот это жесть. Говорят, что Анапу никто не любит. А если все выйдут с моря, мне интересно, а где-нибудь тут вообще поместится. Ребята, охренеть. Я просто в шоке. Вообще говорят, что Анапе грязное море. Давайте посмотрим. Подойдем поближе к морю. Сейчас посмотрим на него. То есть кристальная водичка. То есть те, кто наговаривает, что оно такое плохое. Не верьте им. Температура моря сегодня 22. Температура воздуха плюс 40. Ну, собственно, еще раз. Еще один взгляд. Ахренеть. Я подснял. Тут материала очень много. Сейчас пройдем с вами. Посмотрим, что там в море под температурой. Главное, чтобы дети меня не утопили. Людей, конечно, столько. Я думаю, не. Я не ожидал. Никто, в принципе, увидит на пляжах. Если здесь как-то просматриваются еще какие-то места. Да, но это из-за тех людей, которые уже искупались и уходят отсюда. Что слева на улице морской, там Фея 3. Что туда дальше вправо. Мест, в принципе, больше нет. Температура водички, конечно, прохладнее. Но 40 температура воздуха делает, возможно, успокоенное купание. Вода кристальная. Чистая. Водоросли чуть-чуть встречаются. Но я думаю, что это мелочи жизни, которые просто людьми не замечаются. В море их очень много. Я думаю, сами разогреют воду. Ну, в принципе, самая печальная ситуация по градусам была, конечно, сегодня на Большом Утреще, 16. Это было просто жесть. Тут температура 22,3 пока опустилась. Пока все без каких-то критических последствий. Хотя, ну, видим, что даже детей ведут на банан кататься. Здравствуйте. Никому особо не мешает морем наслаждаться. Да, здравствуйте. Как зовут? Представьтесь. Александр. Откуда? Суфы. А тебя как зовут? Дарья. Дарья. Как вам отдыхается? Хорошо. Как вам море сегодня? Сегодня свеженькое. Ну, купаться получается? Да. Это самое главное, что у меня стоило. 21,3 еще показывает. У нас 100 дней. Где отдыхаете? Здесь у меня море. Цена вопроса у вас. Ну, как бы нормально. Ну, сколько у вас на семью выходит? Чтобы просто люди понимали, дорого, недорого в Анапе. Ну, сутки 4, по-моему. За сколько человек? 4. По 1000 человек. А вы довольны? Это самое главное. Привет кому-то хотите передать? Да. Мы, наверное, все здесь. Ну, все туда. Всем вашим, кто здесь, хорошего отдыха от души. Спасибо, что смотрите, ребят. И мы глядим дальше, что происходит здесь. О, самое лучшее, что может быть на матрасике наслаждаться. Все, 21,3, даже 21,4 поднялась чуть выше температура водички. И это прекрасно, ребят. Но людей здесь просто нереально. Джимотэ бьется показатель. Почему я люблю пляжи Витязя? Потому что они щири. Всегда можно уйти куда-то в другие места. Здесь я вообще непрерывной полосой вижу людей. Я очень рад, что отели, которые я показывал, находились немножко в отдалении от такого количества народа. Это очень круто. Я предлагаю вам выходить отсюда. Вот спрашивают, Юра, что ты не купаешься в море? Блин, один туалет по 50 рублей. Там нету очереди возле него. А народу просто нереально много. Ну, походу, у нас тоже культ. Все ходят в море. Ребят, не писать в море, пожалуйста. Учите это у своих детей. И море это все-таки для купания, чтобы быть чистым, классным, прекрасным. Я пока всех не переучу, в море купаться не пойдет. Так, ладно. Идем далее. Смотреть на улицу морскую. Все-таки я хочу еще немножко по пляжкам прогуляться. Чтобы как можно больше наслаждаться. Посмотрим на пляж. Я думаю, что такой вайп вам зайдет 100%. Приятные. И вот наш бананчик. Еще не успел отправиться, а ребята уже машут. Полный банан детей от вайп. Единственное место, где не так уж много людей и в море, на берегу, это там, где прокат от животе. На бананчике можно покататься. На таблетках здесь вот пляжу закопали детей, чтобы они согревались. Прык-скук, прык-скук. И мы смотрим, ребята. Готовятся новые команды на водное развлечение. Ну, в общем, море не отсылает до каких-то таких сверхпозиций. В принципе, по-человечу заходить, привыкать. Потом выходить на шпортивый песочек, закапываться и загорать. Это только плюс вниз, но смотрите, где копают дети, ямки. Закапывать их за собой. Это прям очень важно, чтобы никто не пострадал. Ребятки, смотрим, что здесь сотворили. Токонакова. I love you, Канакова. Вот так оно правильно написано. И здесь еще зимей какой-то лежит. Красота. Тут проходим, кстати, в Оливии. Есть больше свободных мест. То есть, если вы приходите на пляж, не упирайтесь прямо куда-то в одно место. Прогуляйтесь. Всегда можно посвободнее найти. И вам будет более комфортно отдыхать. И слежачков побольше свободных. Всегда есть кайфовые места. Чего вам всем и советую, друзья? Гуляйте. И, как говорится, вы найдете 100%. Здесь вот. Какой-то котик-пирамидка. Все сделано. Башенки много. Тоже очень хорошо и знакомо. В детстве сам такие создавал. Ну, собственно, чтобы согреваться, детей надо на берегу больше держать. Родители с ними занимаются построениями таких вот разнообразных замков. Тоже очень любил. В детстве, после купания, согреваясь на берегу, делать такое вот. То есть, берешь водичку чуть-чуть песочком и рисуешь красоту. Ну, прям очень популярно. Мы все ближе подходим к улице Морской. Смотрим, как здесь выглядит пляж. Самый прекрасный он наш. Паники в этом году собираем красивых очень много. Левчули украшения наших пляжей. И это, на самом деле, очень прекрасно. Даже еще встретили замков. Круто. В общем, людей, отдыхающих на берегу много. Они все счастливы. Никого недовольного не встретил еще. И это самое прекрасное, что только может быть на свете. Улица всем счастья, хорошего настроения и побольше позитивных впечатлений. Мы подходим к улице Морской. Там дальше пляжа Феи 3. Интересно, что, конечно, не Морской, но в райском проезде происходит. Поэтому будем выходить здесь. Остальные тревоги проходы, в принципе, показывал. У нас еще Джиматинский остается. Его, я думаю, тоже показывал недавно. Снимем чуть попозже. Вау. Здесь тоже, ребят, стал потворение. Просто массажи есть. И бары. И сдача лежаков. То есть, все, что вам только надо на отдыхе. Здравствуйте, как вас зовут? Елизавета. Елизавета откуда? Красногорск. Как вам? Супер. Погода классная, море классное, все отлично. Море холодное. Ну, прохладненькое. Ну, ладно. Тепленькое, я бы даже сказал. Потому что для меня с 10 начинается теплое море. Где отдыхаете? Музыка и мокеонерские. А где именно более точно? Улица Ростовская. Цена вопроса там, почем сейчас? Ну, сколько? Ну, кто вас проверяет, что ли, пойдет, что ли? Ну, что смеет. У меня знакомые платили сейчас. А? На каком плате я к ним присоединился. А, все, понял. Так, вы говорили мне, как там секретная столовая. Так, к ним пойдете в гости? Обязательно. Большой вам привет. Тетя Оля. Наташа, привет. Я тут же подумал о том, что надо ехать в секретную столовую, покушать. Я думал, в какую-в какую, вот туда и поеду. Спасибо вам за совет. Хорошего отдыха. Все, я думаю, что можно уходить потихонечку с моря. Так, лежачки. Мы помним, что здесь все по 400 рублей. Хотя раньше было удобно. Везде было все подписано. Сейчас приходится спрашивать, узнавать. Люди едят кукурузу. Чем еще на пляже себя порадовать? Место для курения здесь. О, дальше находится. С левой стороны есть бар. По прямой спасательный пост. Дальше домик для детей. Еще один бар. Имеется такие вот качели по 2000 рублей. Тут косички плетут для ваших детей. И настил. Ну, выходим с пляжа. Единственный момент, что я здесь не увидел. То, что я люблю больше всего. Это туалет, друзья. Возможно, вот там вот с правой стороны. Все-таки он существует. Если вы знаете, где он тут есть, то пишите. Если не знаете, будем еще больше грустить на тему писать в море. Это тема этого лета, походу, будет. Я просто, честно, прям душа очень сильно заболела из-за этого. Ну, что раньше с людьми разговаривал. Говорю, давайте бесплатный туалет. И говорю, да зачем? Тебе туалет по 50 рублей все начали жаловаться? Говорю, мы туда ходить не будем. Ну, понятно, куда же вы будете туда ходить. С другой стороны, экскурсин. Тоже разный песок, просто кипяток. Но я такое люблю. Он здесь идеальный. Тут запретили лазить, чтобы дюна не сползала вниз. Их бы не раскапывать, они бы и не сползали. И выходим на улицу морскую. Меня сегодня на первый приезд приглашают уже наши шашлыки. Звонил мой друг детства. Посмотрим, может быть, вечерком стрима. Мы туда проведем косички. Справа здесь каурма. Кафе-бар, пицца-кухня, кофе. Ценилась здесь мякоть в сторону 180, а это шея. Мякоть 150, антрикот 150. Вот такие цены. С правой стороны бугера, миди, креветка, пицца, роллос, шашлык, баранина. Как все меняется. Я даже не мог себе представить, что тут у вас что-то появится. Уже все застроено. Устрицы, паста, бок. Молодцы, конечно, ребята. Дальше машины не пропускают вроде как. Но как-то они туда заезжают. Вилла Котальпа. И все в машинах. Здесь еда из моря. К сожалению, пока закрыта. Но тоже топовое заведение. О, в этом году не положили такую коряку у себя. Как понимаю, какой-то с моря и привезли. Или это дерево старое так упало. Ну, смотрит, вот посверло. Слушайте, я бы так и отставил. Здесь столов. Бон аппетит. Ребята тоже вкусно готовят. Мы же вам их советуем. Свинено здесь по 96, за 140. Барина грудка 80. Далее у нас улица Виноградная. Мы, кстати, по морской идем. В ту и в ту сторону. Здесь какой-то пенная на розыгрыф открылась. Столовая домашняя кухня появилась. И здесь народу прям очень много. Ну, давайте зайдем одним глазком. Глянем, что по ценам. Кашево 40, 70. Салатики, котлеты, голубцы, суп. Борщ, короче, за 80. Там там салатики и разные вкусняшки тоже за стеклом. Смотрится красиво. И полная посадка столов. Здравствуйте, здравствуйте. Наши люди тоже здесь. Это приятно, когда видим, как они их едят. Им все вкусно. Дальше. Фрукты, овощи. Смотрим. Тут все предлагает дорогой ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Спасибо. А с вами моя мама споткакет. Да, можно. Секундочку. Сказывай, что почем. Расскажем. Денька хороший, сладкий прямо. Наши местные 150. Арбуз? Нет. Арбуз. Можно 60. Черешня? Черешня прямо сегодня щелки я был. Почем? 400 рублей. Вчера был 350. Сегодня на 50 подождал. Абрикос это армянский же, да? Да, это очень вкусно. Армянский. Почем? 300. Ага, давай дальше. Есть еще там... Чуть-чуть не армянский. Чуть-чуть не армянский, но нет. Это армянский тоже. Армянский, но они по 150. Армянский. Набирайте. Очень вкусно из самых лучших. Дальше вот слива вижу. Слива 100 рублей. Яблоко. Яблоко 150. Этот, персик. 200 рублей персики. Нектарина? Нектарин есть по 220-230. Огурцы, помидоры? Огурцы есть у нас за 100, есть 150. Помидоры? Помидор сегодня уже все. Тоже в шоке сегодня был. 190 помидоров сегодня буду продать. Вчера 150 было, 150 продавал. Сегодня брали за 175. Оптом. Ну ладно, вам хорошая работа. Спасибо большое. Армянскими абрикосами угостить. Это вообще без... Армянскими абрикосами? Это на самом деле. Нет, дорогой, спасибо. Я побежал. Все, все, все. До свидания. Везде меня пытаются чем-то угостить. Это прям вот можно растолстеть. Да ну, честно. Вообще меня догнали. Будем толстеть. Так, но они вкусные, согласен, армянские. Классные, прекрасные. Смотрим по сторонам. Здесь тоже пивко, кальяна, рыба, раки. О, такая точка. День добрый, хорошая работа. Идем дальше, ребята. Шаурма 250. Фулл халл. Здесь наши тоже дорогие ребята жарят шашлыки. Надо мимо всех пробегать, иначе мы здесь сейчас 2 часа будем. Здесь у нас брехал стволов. А здесь ребята жарят тоже и готовят. В общем, через каждые 50 метров и на уральском проезде в том же числе. Очень большое количество торговых павильончиков. И всего остального, друзья мои. Фрукты, овощи тоже. Я как бы здесь не брал, поэтому не могу сказать. Я показываю эти точки, в которых ребята максимально точно работают честно. На которых не было жалоб. И надеюсь, что так и будет продолжаться дальше. Ну, от вас ждем. Хорошая информация, что я был прав. С левой стороны гирос, столовая. Ах, эти семейные. Фух. Насколько все заскучали, что Юра не приходит. И я очень рад тому, что очень много подписчиков сегодня встретили. Несмотря на то, что все сейчас по своим делам, вроде бы на отдыхе. Ну, спасибо вам каждому, кто пришел, поздоровался. Мне, честно, в душе очень приятно. И мы постепенно, друзья мои, добираемся уже обратно до Пенецкого проспекта. Но мы еще по правой стороне чуть прогуляемся. Бугена Едок. Мы ходили в Едак. И там было прям круто в Анапе. Мне очень понравилось. Наверное, топ-бургеры. Но, кстати, к ним еще раз зарулить. Хочу написать, ребята. Пригласить. Разрешите себя к вам в гости. Ну, я готов заплатить. Потому что там бургеры прям бомба. Мне очень понравились. Бедные птички на жире сидят. Здесь у нас батуты. Все по стопончике. И выходим. Вот он, Деневский проспект. Уральские самоцветы. Поворачиваем направо. Мороженое. Винное мороженое. Так ладно, без комментариев. Тут скамеечек очень много. Подтянет деревьев. Это просто восхитительно. И батутный центр. Развлекательные вот эти вот все. Дикая охота. Маски продают. Ну, в общем, здесь, ребят, чего только нет. Пончики, арбузики, кукуруза. Постоянные шиши. Надо глянуть. Здесь рубляют. Сейчас шоют по 120. По ценам. И жарят. Когда-нибудь я сюда доберусь попробовать. Хвалят. Это место на остановке находится. Будет очень вкусно. И в торговые павильончики дальше. Ну, дальше под тенью аллей. Раньше здесь еще лавочки были возле пансионата Джимотэ. Но, к сожалению, больше нет. Возвращаюсь до своей машины. И поедем в секретную столовую. Друзья, буква 12. Столовая. Что-то меню у них тут не считается. И пойдемте покажу, как туда пройти. Можно через гостиницу. Можно обойти с правой стороны через бассейн. Гостиницу, то есть снимал на обзоре. Но у нас есть. И спускаемся вниз на цокольный этаж. Режим работаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Блины. Блины. С чем блины? С мясом и с плотом. Ага, свекла. С лукой с майонезом и с чесночком. Это что? Это мимоза. Ага, дальше. И же гуляш. Гуляшик. Дальше. Эти шницеля. Угу. Это биржетчики. Отлично. Это голубчики. Это вкусные. Угу. Где ты хочешь? Гуляшу. Певтельки. Горячие. Тут рыбка. Хорской язык. Угу. И здесь две последние шлипы. Тут эти, ножка, голень. Голень-гулина. Да. Ага, где-то он. Где-то голос облачен. Тут макарошки. А гарнир еще картошечка есть. Повешка. Все, спасибо. Сейчас менюшку покажу, что почем, ребята. Полфорции 80. Покорочок, допустим, 100 рублей. Климоза 150 с ватт. Свекла за 50. Клиц вареная 20. Тефтель две штуки с гарниром 250. Шницель с гарниром 200. Ну, то есть шницель, то есть полный ценный вам обед за 200 рублей. Грештек с гарниром 200. Гуляшик с гарниром 250. Голубец за две штуки 200. Горень, курина одна штука 80. Гарнир, кури, картофель на 50. Макарон 50. Это если без гарнира. Сочин, творогом 60. Блинчики с мясом. Она штука 40. С творогом 40. Сосиска в тесте 80. Запеканка творожная 100. Согущенка. Крубочка согущенная 80. Картошка 70. Наполеон 150. Наполеон есть уже, да? Да. Пирожок с абрикосом 50. Компот 30. Напиток 30. Хлеб. Один кусочек, говорю, да. Так, вот две порции. Это борщик и оттожка. Тоже огромный просто. Я салат мимозы не взял, но меня заставляли. Вот такую вкусняшку мы девочке сделали. То есть вот так вот выглядит за 250 гуляш с пюре. То есть как минимум на двоих. А я буду есть один. И борщ. Начнем все-таки с борща. Хочется больше гуляша, потому что борщ я тоже просто обожаю. Самое вкусное, что только может быть. Но начнем мы все-таки с компота. Из сухокрутов он прекрасен, мой любимый. Размешиваем сметану и начинаем пробовать. Как это вкусно и прекрасно. Ну, читайте. 250-100 рублей. И у нас 30 рублей. То есть получается 380 рублей. Офигенный обед. Одного человека, после которого будете хотеть спать. Где вы все так поедите? Напишите. То есть это вот прям мясо. Первое, второе, третье. Протно. А теперь самый-самый вкусный гуляш, который вы когда-либо попробуете. Здесь, конечно, сюда придется. Борщик пустое. Гуляш просто тает в рту. Это прям кайф. Борщ и пюре. И компот. А дальше хочется спать. Потому что сил больше есть уже нет. Семья выходит тоже. Поедем. Говорят спасибо. Это самое главное. Больше не могу. Я даже попробовать не могу. Я уверен, что это очень вкусное блюдо. Также есть топчик. Мне говорят, забегут тогда домой. Платно дома поедем. Или акционально по кормам. Есть настал соль, перец, зубочистки, салфетки. То есть все, что вам необходимо. Это прекрасно. Все, ребята. Ты заходи, если что. Спасибо. До свидания. До свидания. Здесь выходим. Гостевой дом Клены. Тоже будет рад вас видеть на отдыхе. Цены тут в принципе демократичные. С бассейном, со своим. С животным, по-моему, можно с небольшими сюда. Поэтому пишите хозяйке и обзор смотрите в поиске. Гостевой дом Клены. Либо плейлист гостиницы у меня есть. На вас выбор. Полутора часовая прогулка. Чесовая и сахарная. 15-минутных заезд на открытое море на натре банальнике. Куривая. Или про каких-то стримах. 15-минутных заезд на натре блюжевых. На вас выбор. Все для вас, ребята. Подходите. Продолжение следует. Продолжение следует.